Доброго времени суток, уважаемые зрители этого и других моих роликов. С вами я, Ватман, и сегодня будет короткий такой тест недавно разблокированного автомобиля Pfister Neon. Я вообще не занимаюсь обзорами обычных автомобилей, мне больше нравится всё, что стреляет и взрывает, но ради этого чуда я решил сделать исключение, поэтому ролик вышел вне очереди. Сразу оговорюсь, что это видео было снято абсолютно спонтанно и несёт в себе скорее развлекательный характер. Этой фразой я сразу отвечаю на вопросы пользователей типа «Дожили уже сравниваем автомобили с самолётами». Да, многоуважаемые жизненные пессимисты, я сравниваю то, что в априори нельзя сравнить и мне это нравится. Итак, автомобиль принадлежит игроку с ником 28 Rus Amur. Самолёт Laser был угнан или куплен, уж не знаю наверняка, игроком с ником 337 Deadshot 228. Во-первых, этот автомобиль очень красивый внешне, а при заходе солнца он вообще начинает сиять. Мне очень понравилось, как проработан его ближний и дальний свет, но больше всего я был восхищён светящейся сзади маркой авто. Рокстары, конечно, умеют удивлять. А во-вторых, эта машина очень быстра, и для того, чтобы показать насколько, я сравнил её именно с истребителем. Электромотор набирает скорость так же быстро, как и реактивный двигатель, что, конечно, очень впечатляет. Единственная разница, что максимальная скорость у истребителя пока что ещё выше. Осталось дождаться, когда рокстары выпустят машину, которая будет равна истребителю ещё и на максималках, и тогда прощает транспортный баланс и игровая механика. И я думаю, что этот день уже не за горами. Вот такой вот короткий ролик получился сегодня, надеюсь, он вам как-то помог, хотя в нём нет абсолютно ничего полезного. С вами был Ватман, до новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok